всем привет добро пожаловать на канал vtntm сегодня я хотел бы порассуждать на тему какой смартфон покупать это был флагман прошлых лет и сейчас у меня на примере lg v40 или бюджетник видеть например сяоми 9 light на самом деле это будет применимо практически к любой модели то есть возможно какой-то бюджетник и возможно какой-то флагман прошлых лет например сейчас продается samsung galaxy s 8 за 8000 гривен и вот допустим и 9 light тоже продается там за 7 8000 гривен сейчас samsung galaxy s 8 продается в районе 250-350 долларов в зависимости от состояния и точно также не 9 light продается в этом диапазоне в зависимости от количества там памяти и всего остального в данном случае я буду говорить ближе к lg v40 и midi век light и так что мы имеем например lg v40 это предпоследний флагман от lg возможно сейчас они уже даже представит lg v60 феврале на выставке мвц но вот на данный момент после lg v40 есть еще в 50 который стоит ну существенно подороже почти в два раза дороже этого в 40 увы 40 стоит процессор волком снэпдрагон 845 далее 6 гиг оперативки в данном случае моей модификации также 64 гигабайта постоянной памяти если мы говорим о mi 9 light то у данного смартфона стоит волком снэпдрагон 710 у него 6 гиг оперативки и 128 гигабайт постоянной памяти есть модификация на 64 гига она будет еще дешевле и получается так что по сути разница основная это в процессоре среднебюджетные так волком снэпдрагон 710 и флагман прошлых лет 845 сейчас уже представили 855 и 865 то есть тут основная разница в процессорах 710 qualcomm снэпдрагон против 845 если мы говорим о результатах синтетических тестов то мы видим такой результат и такую разницу 302 тысячи баллов против 212 то есть уровень 845 превосходит уровень 710 у меня также есть результаты синтетического теста бенчмарка geekbench 5 490 у lg v40 против 392 в сингл кори и в мультикоре мы тоже видим преимущество у lg что касается встроенной памяти то как мы видим результат сяоми mi 9 lite не так уж и плох до на чтение немного проигрывает lg но на запись даже немного превосходит и так дальше что мы имеем кроме других технических характеристик оба смартфона имеет порты type-c оба смартфона имеет разъемы для наушников оба смартфона имеют тройные камеры сканер отпечатка пальцев улджи как вы видите на задней стороне у сяоми более новомодно он находится в экране оба смартфона имеют разблокировку по лицу то есть по сути в этом плане практически одинаково единственная у сяоми mi 9 lite 4000 батарейка здесь поменьше 3300 если я не ошибаюсь но давайте более точно посмотрим да как вы видите 3300 батарейка у lg и 4000 у сяоми и сяоми будет немного получше в автономности он немного поменьше требовательной к энергии конечно же нужно смотреть и на такие вещи как техпроцесс частоту оперативки версии но это уже такие более глубокие познания как и частота ядер и частота памяти оперативки а также версии встроенной памяти какой уфс там 2.0 2.1 нужно открывать полностью сайт с характеристиками полными характеристиками lg и полными характеристиками сяоми кстати одной из особенностей lg в 40 является пыли влага защита и беспроводная зарядка то есть смартфон можно положить на поверхность с беспроводной зарядкой и он будет заряжаться также смартфона можно погружаться в воду он этого не боится в частности у сяоми такой возможности нет многие бюджетники сейчас на сегодняшний день в том числе и допустим тот же самый samsung galaxy a 51 на который я снимаю это видео сейчас вот видите galaxy a 51 он тоже не пыли влага защищенный многие флагманы сейчас пыли влага защищенные поэтому это тоже является одним из преимуществ топовых флагманов также стоит отметить и вопросы экрана например у lg это сверх высокого разрешения экран 3120 на 1440 например у сяоми это 2300 на 1080 то есть менее детализированная картинка причем что у lg можно тоже понизить разрешение программно до уровня сяоми и тогда например смартфон будет меньше разряжаться это как бы один из вариантов и преимуществ кстати можно поставить еще и 1560 на 720 а давайте я поставлю на 2340 вот почему я и не хотел потому что все таки видно что шрифты не такие детализированные и четкие о слушайте тут совершенно другой компот все оставлю конечно же на высоком разрешении это вот видите такое еще дополнительное преимущество следующий нюанс связанный с был флагманом и новым бюджетником является то что был флагман могут продавать по каким-то скрытым причинам например разбивали экран и его заменили и возможно заменили не на настоящий тогда и теряется пыль и влага защита потому что чаще всего меняют не у авторизованных сервисных центров также нюансы могут быть какими-то сбитыми пикселями с камерами зарядками то есть покупая был флагман вам нужно четко понимать что он себя представляет какие плюсы какие минусы прочитать множество различных форумов и только тогда уже принимать решение о покупке например бы у флагмана то ли это будет этот лживый 40 то ли еще что-то а преимуществом покупки был флагмана является то что уже со временем люди выяснили все причины по которым ломается этот смартфон и ломается ли он вообще или является ли он удачной моделью и это все можно прочитать на форумах преимуществом нового бюджетника является то что он новый согласитесь новый телефон это новый телефон а бу это бу и когда вы берете новый телефон то вы получаете или гарантию или вы получаете возможность какой-то беспроцентной рассрочки или еще каких-то других фишек например на лучше фронтальной камеры например уме 9 light фронтальная камера лучше нежели у л джи несмотря на то что она здесь двойная фронтальная камера не 9 light реально получил лучше фронталку нежели lg в 40 но опять же может быть такое конечно что у старого флагмана будет фронталка лучше но в последние годы тренды настолько сильно изменили что на фронталку стали обращать очень сильно внимание например та же самая фронталка у samsung galaxy a 51 она вообще умеет снимать уже видео в 4к то чего даже не умеет ими 9 light и тем более л джи в 40 но преимущество фронталки это одну а вот преимущество основной камеры это конечно другое и данном случае если мы говорим о mi 9 light и л джи в 40 камера л джи в 40 лучше основная здесь нет конечно всяких там снова модных 48 мегапиксельных модулей но объективно камера лучше кроме того что камера лучше она имеет еще больше различных настроек например ручной режим для съемки видео поэтому не зря я допустим выбрал как камеру для видеоблогера для себя как для блогера именно джи в 40 потому что она меня устраивает больше чем камера бюджетников и вот даже сейчас я снимаю на samsung galaxy a 51 я вижу насколько хуже картинка по сравнению с другими смартфонами кстати я сравнивал а 51 ими 9 light посмотрите это видео и сравните картинку в сравнении с этой картинкой lg в 40 ими 9 light и вы можете увидеть разницу то есть я уже вижу разницу даже на экране самого смартфона ну и когда буду рендерить монтировать то тоже я увижу разницу снимаю видео на основную камеру lg в 40 который находится справа и сяоми 9 light снимаю видео в максимальном качестве 4к и дверь и давайте поближе посмотрим на объекты и посмотрим на фокусировку на детализацию на цветопередачу все-таки у меня на экранах по одному отображается у вас скорее всего он будет по-другому отображаться и вот мы можем видеть как это все выглядит сейчас мы находимся в помещении поэтому плюс минус одинаковая подсветка и вообще все похоже так ну вот так все это выглядит также давайте сниму видео на широкоугольную камеру для того чтобы видеть опять же цветопередачу качество картинки и как все это тоже смотрится конечно на экране lg в 40 все смотрится немного поинтереснее нежели у сяоми mi 9 light но как будет у вас на экране смотреться это не знаю потому что я то смотрю на разные дисплеи смартфонов снимаю видео на фронтальную камеру mi 9 light и lg в 40 до 40 напоминаю что находится справа не 9 light слева и вот вы можете видеть по фронтальной камере по крайней мере на экране смартфона lg в 40 я вижу вот сверху множество шумов и чуть пониже детализацию но как она будет по факту на экране мониторов я не знаю давайте я сейчас пройдусь мы посмотрим я сейчас зашел более темную часть комнаты и мы видим как здесь шумы у lg в 40 но может быть на экране у нас смартфона они как-то по одному высвечивается а по факту будет по-другому ну вот видите да два смартфон чекам что скажете давайте еще знаете что чтобы мне в затылок светило окна и теперь наоборот ну как-то так кстати более темном помещении можно определить качество видео и тут мы видим преимущество на фронтальную камеру уме 9 light там существенное преимущество так выходим больше на свет и видим опять же уме 9 light поинтереснее да как то так то есть получается так что самым большим преимуществом нового бюджетника является то что он новый и возможно некоторые другие в плюшке там видео там лучше фронтальной камеры может быть еще какие-то нюансы папу но что касается бушных флагманов то они имеют более расширенные возможности например как беспроводная зарядка пыль и влагозащита съемка допустим 4к 60 fps то чего не умеет делать 7ми 9 light также и флагманский экран лучше хотя вот здесь я бы не сравнивал потому что у меня нами 9 light наклеено стекло а стекло уже само по себе ухудшает картинку то есть я экраны поэтому и не сравниваю здесь конкретно прям знаете точно там ну кроме детализации количество пикселей и все но если брать в глобально то у lg в 40 экран все-таки лучше чем у me 9 light и даже чем у samsung galaxy a 51 потому что и технология даже более новая которая еще даже в бюджетниках не используется у него и черный более черный и и в целом экран немного поприятней даже такие мелкие нюансы как вибромоторчик который есть в lg v40 он значительно приятнее нежели у me 9 light и тем более samsung galaxy a 51 у которого очень слабый вибромоторчик я имею ввиду качество слабое он дурчит как старый телефон ну и теперь давайте подведем итог кому все-таки стоит покупать бу флагманы или же новые бюджетники бу флагманы они будут интересные опытным пользователям те которые обязательно пойдут на форумы почитают более тщательно информацию о плюсах минусах недостатках те люди которые во время покупки смартфона мы смогут его тщательно осмотреть запустить тестовые программы запустить зарядки там все эти проверки все 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 и также минус покупки бу флагманов это отсутствие гарантии потому что чаще всего эти смартфоны уже продаются без гарантии преимущество бюджетника заключается в том что вы покупаете новый смартфон вы покупаете его с гарантией но вы получаете немного ограниченные возможности по сравнению с флагманом даже флагманом прошлых лет но как показала практика большинство пользователей не особо обращать внимание на фишки флагманов прошлых лет и с удовольствием потребляет те фишки которые есть у бюджетников сканер отпечатка в экране 32 мегапикселя камера 48 основная какой-то интересный внешний вид массами управляет и стоимость устройства поэтому люди в основном выбирают именно новые бюджетники поэтому подумайте какому типу людей вы себя относите к людям которые готовы копаться разбираться и вникать в суть или просто взять интересненький бюджетник и не париться а что вы думаете по этому поводу обязательно напишите в комментариях если у вас остались какие-либо вопросы также вы можете их задать а на этом я буду заканчивать свое видео спасибо вам за просмотр всего доброго